Гофман в Богдашкино. Ознакомительный граффити-сет в Чердоклинском районе, посвященный творчеству великого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Задуман как один из кирпичиков фундамента гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Граффити-сет Гофмана в Богдашкино задумывался как проект, привлекающий внимание к культуре российских немцев. Не все об этом знают, но российские немцы живут в Ульяновской области, в селе Богдашкино, Чердоклинского района. И вот совместно с немецкой национальной культурной автономией фонд «Ульяновская культурная столица» подал заявку на грантовый конкурс и одержал победу. За масштабное художественное произведение взялась Арина Зайцева, выпускница дворца творчества детей и молодежи. Неделе понадобилось 17-летней девушке, чтобы воплотить в жизнь задуманную композицию. Я расписала 84-метровую стену, 84 квадратных метра, расписывала ее баллончиками. Я изобразила сказку про щелкунчика и мышиного короля, самого щелкунчика, лошадку, игрушку, также кубики игрушечные и куклу. Место под граффити-сет выбрано не случайно. Это здание в Богдашкино, настоящий центр жизни села. Здесь находятся детский сад и школа, местная администрация и клуб. Однако место вторично. Первичная идея, без которой героям Гоффмана так и не было бы суждено появиться тут на всеобщее обозрение. Идея, конечно, Алиева Наталья пришла замечательно. Вот осуществить вот такой проект «Сказки Гоффмана». Опять немецкие корни, это нам очень приятно. И он осуществлен с успехом. Я думаю, он приносит и детям радость, и односельчанам. На торжественном открытии арт-объекта выступили творческие коллективы. Юные артисты в национальных костюмах исполняли немецкие народные и современные танцы. Связь поколений, связь народов, живущих в одной большой стране, неразрывны, несмотря ни на какие исторические события. Сельские территории очень нуждаются в таких проектах, на самом деле. А Богдашкина особенно. Богдашкина – это любовь. Все, кто здесь был, кто приедет снова, кто приезжает, они никогда не остаются равнодушными. Мы всегда ждем вас снова. Спасибо всем. Спасибо вам за эту красоту. Александр Злобин, Алексей Юферев, репортер 73.